Декоративность, одухотворенность и глубокая философская наполненность. Так критики отзываются о работах Рериха. В стенах Калужского музея можно проследить нить творческого пути художника. Так называемый русский период, жизнь в Индии, театральные эскизы. Картина объединяет эмоциональность, драматургия света, сложная техника. Везде смешанная техника, очень много уголя, очень много бастеля, очень много всего остального. Он не любил такой вот блестящий какой-то поверхности. Он любил вот такую многослужную какую-то поверхность. 40 поражающих игрой цвета работ. 39 из них входят в собрание Государственного русского музея. Одна гордость Калужского фонда. Попало сюда не в самое лучшее время для нашего музея. По несчастью. Дело в том, что во время немецкой оккупации, в период Великой Отечественной войны, наш музей был очень сильно разграблен. И надо сказать большое спасибо тогдашнему Министерству культуры РСФСР, которая пришла музею на помощь. И целый ряд произведений, причем таких хороших, известных, был закуплен и распределен в нашему музею. Среди них была эта очень известная работа. Калужское приобретение – эскиз декорации для постановки князя Игоря в Париже. Эта работа «Терем Ярославны» была не менее известна нашумевшей оперы и признана даже самыми строгими критиками художника. Картина остается в архивах музея, а вот всемирно популярные «Гималая Рериха» можно увидеть в Калуге только на время работы выставки. Редкую экспозицию работы Анатолий Артамонов назвал прекрасной и полезной для воспитания подрастающего поколения. Но это даже не столько важно, откуда эти картины и из чьей коллекции. Важно, что это искусство высочайшее. И, конечно же, есть возможность для большого количества калужан, особенно я бы хотел именно подрастающее поколение наше видеть в этих залах, может приобщиться к этому искусству. Это всегда все-таки какие-то ростки добра в сердце каждого. Наверное, возникают, когда видишь эту красоту. Полюбоваться яркой игрой света и красок можно в течение всего лета. Выставка будет работать до 27 сентября.